Участие в голоконцерте приняли авторы самых интересных творческих номеров. Всего в отборочном этапе за право выйти в финал боролись более 80 исполнителей. Однако возможность рассказать о своей любви к иностранным языкам со сцены предоставилась лишь лучшим. Те эмоции, то, как подается вот вся вот это со сцены, вы знаете, это очень с большой душой, с большим сердцем, с большой любовью. И я считаю, что вот это действительно поднимает крестиж иностранного языка. История любви, такое мелодичное, такое романтичное название имеет конкурс большой истории. За долгие годы его проведения свои таланты здесь показали тысячи творческих москвичей. Французский, испанский, итальянский, немецкий, выбираемые школьниками языки всегда разные. Легендарный англоязычный шлягер в исполнении Елены Антипарович и Даниила Шемета и средней школы номер 37 не оставил равнодушными ни членов жюри, ни публику. Такое выступление не просто форма проявления творческих способностей. По мнению конкурсантов, это еще отличный шанс узнать лучший изучаемый язык, познакомиться с ним вне текстов учебников и правил грамматики. Песни являются хорошим материалом для организации уроков. Часто текст песни подводит к теме урока, мы можем это обсуждать с ребятами. И это им ближе, поэтому они более активные, охотно идут на такие формы работы. Очень любят петь. На уроках часто я использую гитару, мы тоже исполняем что-то даже во время урока.